Трейлер подглядел не так уж плохо, но об этом потом. Всем привет, это KK. Лайф-экшн вечно новая, но в последнее время создаётся всё больше и больше лайф-экшенов на те тайтлы, у которых есть уже аниме-адаптация. И меня эта тема не особо трогала, я даже обычные нерисованные сериалы не особо смотрю, но в этом году уходят вещи, оригиналы которых мне нравятся, либо это какие-то хайповые штуки. И обычно в моём стиле говорить о чём-то, не посмотрев даже часть этого, но мне чё-то страшненько. И да, в целом о лайф-экшенах принято говорить плохо, либо ничего, потому что большинство лайф-экшенов невозможно даже смотреть. И поэтому в большинстве случаев я не понимаю, зачем они были сделаны. Конечно, понятно, Япония — это не Гаррифут, и для хороших фильмов нужны такие хорошие бюджеты. Ну, если там кто-то не суперталантливый и вообще замечательный, который может делать всю работу за всех, оплатить ему надо как за одну какую-то работу. Более того, специфическая игра юванских актёров, которые играют, к сожалению, наверное, слишком как в аниме. Кое-то подавляющее культурное течение, от которого, видимо, сложно флагироваться, особенно если это лайф-экшен, у которого уже был аниме-сериал. Другая сторона вопроса — это то, что было хорошо в манге, не всегда будет хорошо смотреться в аниме. То, что было в аниме, не всегда будет хорошо смотреться в аниме. Поэтому адаптировать сюжет важно и нужно, но для лайф-экшенов сделать это намного сложнее, чем для аниме-адаптации. Поэтому, возможно, некоторые вещи не стоит брать. То, что получается неплохо, это какие-нибудь повседневности комедии, в которых даже эта очень специфическая и паская игра смотрится вполне приемлемо. В других же случаях это очень спорная вещь. Итак, в этом году я комментирую Теркизского Гуля, Кентаму, Аджина, Стального Алхимика. Потом, я так не могу понять, в этом или в следующем будет Джо-Джо, аниме-адаптация которого вышла в 2016-м «Несокрушимый алмаз». Я уже не говорю о призраке-доспехах, о которых было очень много сказано. Если я более-менее могу представить Аджина, Гуля, призрака, Стального Алхимика, так как их сюжет можно адаптировать в один неплохой акшен, или, например, изменить, как они сделали с Атакой Титана, которое мне на удивление показалось достаточно приятным вывеликом. Это было интересно, я бы хотела смотреть. Да, соглашусь, это не адаптация, но нам, кстати, не говорили, что это будет адаптация. Да, они сыграли на названии, подняли хайп именно на нём. Не знаю, хорошо это или плохо, но в целом получилось достаточно интересно. Есть плохой пример применять такой схемы изменения сюжета, это «Тёмный дворецкий». Наверное, потому что он был слишком по-японски сыгран, но смотреть его было очень сложно. Мне было вольно. Если говорить про реальные адаптации, которые странные, но смотрибельные, это «Класс убийц» и «Ягмур Параги». Да, они затянуты, эта графика... Я думаю, всё-таки бюджет очень сильно влияет на график, но она не так меня раздражала. Другим хорошим примером может послужить фильм «Я герой». Мне очень нравится манга. Возможно, этот фильм мне показался неплохим, потому что у него не было аниме-адаптации. Но я думаю, «Я герой» именно такой пример того, что будет не очень хорошо смотреться как аниме-сериал, но неплохо смотрится как фильм даже, пусть это life-action. Конечно, возможно, мне эти варианты кажутся неплохими, несмотребельными, потому что в моём послужном списке достаточно много дерьма. Именно поэтому я не могу сказать, что это прям такой дерьмящий, его невозможно смотреть. Я знаю, как было «Сауна Мага», как это смотрелось в аниме-адаптации, теперь life-action. Я не знаю, есть ли у этих тайтлов мюзиклы, которые в последнее время становятся очень популярными. В общем, мне есть чем сравнить, поэтому я говорю, что это смотрелильно. Я не говорю, что это супер-хорошо, это можно смотреть, особенно если ты не знаешь оригинал. Я думаю, так даже намного лучше. Эти-то. И, возможно, эти life-action могут понравиться тем, кто не знает оригинал больше, чем кто знает хотя бы аниме-адаптацию. Но перейдём к тому, что выйдет в этом году. У «Алхимика» и «Придрака в доспехах» есть трейлеры. Я понимаю, что в основном трейлеры ставят хорошие моменты, поэтому остальное всё может разочаровать. Но в целом мы хотя бы понимаем, что будет в общем, когда будет выглядеть. И да, конечно, «Придрака в доспехах» выглядит лучше. Я понимаю, что нечестно его сравнивать. Несмотря на все недовольства по поводу расы и каста актёров и так далее, как мне кажется, с Карлит с Йохансом на роли музыкан не такой плохой выбор. Я понимаю, что все хотели кого-нибудь азиатской внешности, но, блин, но накидывает, когда могу себе выбирать любую часть. В чём проблема? Единственный момент, который меня реально напрягает, это «Баттл». Потому что он выглядит как кайфири с пробками в глазах. Говоря о Гентаме и о Джоджо, это слишком специфические вещи, у которых есть уже своя аудитория. И аниме-адаптация уже входит именно больше для этой аудитории, чем для какой-то особой шелок, особенно Гентама. И я не знаю, чего ждать. В общем, вот так вот выглядит рейдер Гентама. Судя по нему, он произвели какую-то серьезную арку или какой-то из мулика. И можно было подумать, что такой вариант это для привлечения большей публики но что-то мне подсказывает, что игра не стоит свеч. Актерский состав слишком специфическо да равный японский. Например, Дина играет Адури Шон. Давно не виделись. Дальше у нас Ахана Масая, Суду Масая и Кана. Я не могу сказать, что они плохие актеры. Тем более, они работали вместе в разных проектах, что возможно и к лучшему, кто знает. Но их игра, она слишком японско-анимешная. По крайней мере, это было в тех вещах, которые я знаю. У режиссера я знаю только вторую часть хентай канона. Это тоже специфическая вещь, она по-японски смешная. И вот именно этот трейлер, который выглядит серьезно, как режиссер, который я выбил, а снимал в основу комедии. Все это будет именно в абсолютный ступор, и я не представляю, чего можно ожидать. выглядели. Но, по крайней мере, выглядели, честно визуально, неплохо. Что будет с Джорджо? Я даже думать не хочу. У режиссера мне нравятся только вороны. Актеры, вот эта самая важная проблема, они слишком смысливы. Если для Кольчи я еще могу принять такой вариант, потому что Кольчи выглядит очень по-детски. И для остальных же... Я вообще не понимаю, зачем делать по Джорджо live action. Я пойму, если бы это был не мюзикал, и тут можно было бы выкрутиться, но live вы могли снимать, будете. Есть же специфические костюмы, несмотря на то, что Джорджо стали меньше, все равно они такие достаточно крупные, накаченные, с такими не смысливыми бантажками уж точно. В общем, я не знаю, для кого они снимают. Да, можно сказать, типа, я тоже их смотрю, но иногда люди смотрят не то, что им нравится, и не потому, что им хочется. Например, на сегодняшний день, чтобы понять целую картину, что происходит в фалл-экэшенах, я в последнее время много вижу всяких объявлений о том, что они выходят, но но у меня это не вызывает желание смотреть их. За последние несколько дней, чтобы понять вообще эту тему, мне пришлось посмотреть очень много, очень много мне пришлось посмотреть. И что-то мне понравилось, как, например, «Атака титанов», несмотря на то, что это не адаптация, но она выглядела хорошо. Что-то было просто смотреть, но большая часть, конечно, мне не понравилось. Некоторые вещи, которые нравятся многим, были для меня слишком спортны. Например, «Фенганс» и «Киншин», поэтому я как бы не особо о них говорю. Я могу отметить там хорошие моменты, и их было не так много. В целом, слишком спортно. Большей части мне реально было больно. Так что вот так-то получилось. Очень странно. И мне, конечно, всегда интересно начать чужое мнение. На самом деле, я понимаю, что детство момента, мало кто смотрит и так далее, но все же. И всем субтитры за присмотр. Увидимся в моем следующем видео. Пока-мока. Я много последнего и я много времени последнего, но я последнее время.